Дефекты между буронабивными сваями только часть разрушений, которые видны сквозь объектив камеры. А вот что осталось от пешеходной зоны вдоль дороги. Большая часть грунта из-за недавних дождей сошла вниз, до 18 метров, на глубину котлована, который разработали для строительства жилого дома. Однако не один только погодный фактор сыграл роль. Человеческий фактор в этой истории виновник не меньше. Представитель застройщика утверждает, что все выполняли по плану. Осмотр территории доказывает, что не все так хорошо, как на словах. Это последствия вашего халатного отношения к этому вопросу. Да, потому что все, что касается, это касается именно то, что вы сделали. Вы пытались это перевалить на метро, вы пытались это перевалить на тот, кто прокладывал кабель, то потом вы начали приваливать сюда в рамках того, что это СКС, а на самом деле это ваша полная безграмотная работа, производство работ здесь на стройке. Выездное совещание на месте аварии прошло под председательством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко с участием административной комиссии Ленинского района, представителей департамента городского хозяйства и экологии, общественников и застройщика. Предварительная причина обрушения части пешеходной зоны – неукрепленные стенки котлована, строящиеся многоэтажки. Плюс не было проведено мероприятие по водоотведению для предотвращения размыла, что сейчас мы и видим. То есть в бурно-бивные сваи грунт ушел между ними. После дождя, естественно, произошел подмыв грунта и обвал. Членам административной комиссии Ленинского района предстоит проверить документацию, свести все факты и на их основе сделать заключение. Данный факт будет рассмотрен на административной комиссии с учетом всех имеющихся документов и будут приняты меры в рамках действующего законодательства к виновному лицу. А пока застройщику выдано предписание в кратчайшие сроки и за свой счет восстановить благоустройство пешеходной зоны. Производят работу для того, чтобы убрать грунт, восстановить поврежденные коммуникации вследствие просадки грунта и дальше восстановить тротуар. Также поручено привести в порядок одну из полос проезжей части, которую подрядчик ранее самовольно перегородил. Бетонные блоки уже убраны, но в будущем при производстве необходимых работ станут выставлять временные ограждения. Михаил Ермоленко, Григорий Плешаков. События.